Думаете, жизнь лесу скучная и даже новостей никаких не бывает? Это неправда. Не верьте тому, кто так говорит. Жизнь лесу кипит. Каждый день происходит столько всего любопытного, что можно издать полную важных и интересных сообщений газету. Обо всем, что происходит в природе, можно узнать из необыкновенной книги «Лесная газета» советского писателя, классика литературы о природе Виталия Валентиновича Бианки, который он выпустил 95 лет назад, в 1928 году. Виталий Бианки работал над книгой с 1924 года до конца своей жизни. «Лесная газета» выросла из раздела детского журнала «Новый Робинзон», где Бианки вел календарь природы. «Лесная газета» – книга первоначального знакомства детей с жизнью природы преимущественно средней полосы Советского Союза. «Лесная газета» – это серия выпусков о месяцах года. Она показывает, как изменяется природа с течением времени. Сначала он описывает нам зимнюю красоту природы, на смену которой приходит весенняя отепель. Далее идет летняя пора, и природа начинает блистать своими красками. Завершает год осенний листопад. Героями публикации «Лесной газеты» стали растения, животные и птицы. Из огромного пестрого потока быстро сменяющихся сезонных явлений природы Виталий Бианки отбирает в каждый номер только самое главное и яркое. Все самое любопытное, самое необычное и самое обычное, что происходило в природе, каждый месяц и день попало на страницы «Лесной газеты». Здесь можно было найти объявление скворцов «Ищем квартиры» или сообщение о первом ку-ку, прозвучавшем в парке, или отзыв о спектакле, который давали на тихом лесном озере птицы-чемги. Была даже своя уголовная хроника «Беда в лесу не редкость». В игровой форме со множеством затей и прекрасных иллюстраций Бианки разворачивает перед читателями волшебный круговорот родной природы, где колесо жизни каждый год проходит весь цикл, один и тот же, но вечно новый. Ориентироваться в книге довольно удобно, потому что автор присвоил каждой главе месяцу свое название, которое соответствует определенным изменениям в природе. Каждая новая глава сопровождается приметами и пословицами. Лесная газета не просто перечисляет, что делается с природой в тот или другой месяц, но и как человеку помочь животным в сложных для них моментах, например, во время паводков или когда у зверей и птиц заканчивается еда зимой. Бианки используют разные формы, рассказы, викторины, объявления, телеграммы, городские новости, благодаря чему текст получился живой и объемный. В книге много полезной информации от того, что происходит в черте города, что происходит в лесу и даже что пора высаживать и как бороться с вредителями культурных растений. Еще одна интересная особенность газеты – рассказы Кита Великанова. Сами рассказы, как рассказы, но в них обязательно есть какой-то подвох, какой-то вымысел. Ответы на эти загадки можно получить в конце книги. По обилию и разнообразию природоведческих сведений, которые сообщает своему читателю лесная газета, она давно стала своеобразной биологической энциклопедией, рассчитанной на очень широкий возрастной диапазон от дошкольников до семиклассников. Лесная газета и сегодня остается любимым детским чтением для многих поколений. Рассказы лесной газеты звучали по радио, печатались наряду с другими произведениями Виталия Бианки на страницах журналов и газет. Книга Виталия Бианки «Лесная газета» прочно вошла в золотой фонд советской детской литературы.